хоп лавэй вы пришли на тренинг по мануанной терапии сейчас мы рассмотрим стопы что с ними можно сделать ну во первых давайте раскрутить все суставы сначала берем коленку за голень хватаем до плотно держим стопу везде фиксация везде изначально прямой угол в коленке здесь прямой угол да и как теннисную ракетку большим пальцем придерживаем пятку да вот мы сначала расшатываем этот сустав быстро-быстро-быстро во внутренний и быстро-быстро наружу потом захватываем прям сустав также расшатываем потом захватываем пятку и захватываем здесь близко к друг другу руки ставим расшатываем стопу относительно пятки туда-сюда обратите внимание у нас получается с внешней стороны до где мизинец два сустава здесь здесь получается три сустава вот раз два три они примерно через два пальца друг от друга отстоят поэтому тут первый сустав получается сдвинулись на второй сустав сдвинулись на третий сустав вот между ними два пальца расшатали на друга плюс него и кости здесь растут сюда мы их раздвигаем в стороны с усилием таким да с этой стороны и с этой стороны расширяем тут они крепятся к пальцам суставы пальцев берем и перемалываем вот так об друга приближаемся к поперечному плоскостопию она образуется за счет того что оседают ну тут два схода вот эта парадольная плоскостопия должен должен быть вот такой слой а здесь поперечном плоскостопии должны быть вот такие пальцы и у здорового человека мизинец прикасается с большим пальцем получается так что стаптывается нога и пальцы оседает вот так вот вовнутрь нам вот эти три пальца да нам их надо пробить в противоположную сторону если одному мужчине так нащупал говорю вот у тебя вот этот палец осел и там мозолит образовалась даже да а он согрешил на обувь готовых новую купил думал то вот и за обуви чем-то да и вот взял так поставил довольно был все это не обувь что это всего лишь косточка значит берем вот эти косточки до друг от сети на друга по парам расшатого растягиваем друг друга растягиваем растягиваем потом ставим такую скобу из большого пальца и указательного и межпальцем расстояния связки да вот тут меж пальцами встаю да теперь сами суставы прям так жестко туда сюда 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 туда сюда каждый карты растянули сухожилия поднимающие пальцы тоже растянули протолкали пальцы как клавишу вовнутрь мы в принципе уже нажимали поэтому тут хрустеть с не будет если только случайно большой палец туда же то есть нажимаем вдоль ладони стопы большой поезд туда и еще чуть подиагонали медиально вовнутрь на свой указатель пальчик да это вот против вальбуса мы туда потянули ну и теперь самого плоскостопия то есть проверяем вот они не сходятся да где-то миллиметров там 5 не хватает берем теперь в эти пальцы это первый второй во второй палец в сустав поставили пальчики свои и распрямили их вторую руку из предположенной стороны раз ведь мы уже увеличиваем свод и туда там на третий палец и на четвертый палец если руки не хватает можно эту руку поставить вдавили дальше усугубляем эту ситуацию тем что делаем такой видите со щелью свод из своей руки и пробиваем прямо туда эти все три пальца 1 2 3 и теперь видите вот он сгибается легко и большие пальцы стыкуются с мизинцем вот но у тех кого эта проблема застарела это бывает на самом деле очень больно люди кричат когда вот эти вправляешь пальцы да ну ничего ради здоровья можно потерпеть немножко боль теперь вот это плоскостопие это пускается соответственно вот эти вот две косточки то есть вот должен быть вот такой они опустились и стала надо плоская ведь надо их садится вот сустав его сустав эту кость протолкнуть сюда и вот эту кость вот сюда чтобы туда подойти к этим костям лоскостопию мы будем делать и спереди и с с тыльной стороны да вот надо сначала эти мышцы расслабить растянуть кулаками растираем растираем пробиваем кулаком там достаточно жестко надо поэтому подготовить например берем палочки криворские бамбуковые палочки они хороши тем что там все кучи вещества внутри да и когда мы простыкиваем то импульс идет гораздо глубже прямо в сустав не только попаяшится кожа да уходит в тело в глубину ну через что-нибудь допустим через полотенчик чтобы больно не было стопу у космонавтов такие вот лечусь вот так у космонавтов да чисто загибаем и заступкиваем именно это место именно свод видите ну вот считайте подготовили если надо скользит да то используем там спотела например или масляная то используем салфеточку например да ставим свой вот эту часть указательного пальца они вот это это слабенькая до нашей лицевой вот эту ладонь то мощнее так изначально везде прямой угол вот первая косточка 2 как нам ее найти значит где заканчивается мозоль большого пальца и пятки да прям по центру получается этот сустав вот туда нацелимся указательным пальцем держим ведь из всю лодыжку пятку и прижимаем себе и на свой палец вот надавливать вкусную кость туда там теперь два пальца ступая 2 косточку было вот второй сустав туда загибаем далее я говорил здесь два состава здесь три сустава да получается мы их тоже выкручиваем берем руки сначала вот так вот складываем получается как бутербродом дать этим плоским и вот давим вот этой части руки получается на вот эту кость раз потом два пальца ступили вот сюда ступили вот сюда 2 вот его слышали так и теперь меняем руки давим вовнутрь вот эти суставы вот этим теперь своим ладошкой вот частью раз два и три получается теперь пятку относительно стопы зафиксировались у плотно начали прямого угла визита и пятна среди стопы раз раз потом пятка относительно голени фиксируем видеть опять же вот опираемся и раз два две стороны туда-сюда теперь саму стопу вовнутрь так аккуратненько взяли взяли вот продавили и выстроен ужас 2 расшатали и так теперь вот этот вот сустав еще раз его придавили бедро да и по вытягивали вот таким пружинистым таким пружинирование называются ведь и с утешкой то есть тянется и коленный сустав и голеностопный потянули пошатали вот так восьмерочка сюда-сюда на кивок в стороны и теперь одеваем как бы таранную кость с пяткой вместе на лодыжку за пятку приподняли и вот туда стопа первый раз вдоль бедра лежит потом стопа вовнутрь еще раз приподняли и наружу до 3 положения латеральная по центру идеально так вот тут мы же стянули сустав да и теперь всю стопу выдергиваем будут хрустеть во всех этих трех суставов здесь 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 кладем руку на середину бедра не направляем когда человек расслаблено смотрите можно проверить за пальчик аккуратно берем у меня идет вращение бедра качается да колено качается бедро качается и таз качается положили мужика чувствуется движение в этом суставе так значит на бедро кладем ногу сгибаем так чтобы держать ее по своим предплечьем руку переводим на верхнюю часть стопы но на плюс его кости практически получается вот здесь есть на движение к противоположному плечу так удивляем стопу да вот тут было вот один хруст бывает там три четыре пять хрустов сразу хруст у нас не сама цель да главное потянуть вы помните главное растянуть но этим правка заканчивается и не бойтесь что если вы чего-нибудь можете сделать не так не туда организм не даст вам сам сделать он будет сопротивляться достаточно крепкие связки мы правим те связь которые ослаблены которые растянуты которыми там стоят поэтому автоматически просто правка есть правка исправили получили результат так но теперь еще продолжение стопу кладем перпендикулярно упираемся в пятку да вот фиксация жесткая и в стопу вот сюда во внутрь раз и в противоположную сторону до прохрустили так переворачивайся на спину продолжаем наши кратки вот то же самое можно сделать вот здесь предложили плотно под прямым углом да все пятку в эту сторону поворачиваем а стопу в ту раз это вот этот сустав как раз который у нас при плоскостопии был да так теперь выдергиваем на себя таранную кость она находится прямо под лодыжкой вот она перед пяткой видеть вот она чтобы выдержалась нам надо наша группа все-таки не ходила схватить новую яму тут за сустав а здесь за верхнюю часть получается такой курок вот такое движение будет в принципе не скользишь так что можно так без салфетки уперлись локтем в стол стол не должен ехать никуда вот эту стопу и на себя так резко потом опять придерживаю стол по 45 градусов или ногу и больную карину а это кажется больной да ну да здесь и вот такой с хлесткой встряской в эту сторону в эту сторону и буду стряхиваться все и колено и бедро при повороте вот так бедро поднимается при наклоне туда бедро опускается внутрь уходит так а если большая нога мощная сможет и завозили так тяжело за подлышку и так тяжело захватить так продолжаем работать со стопами это значит ставим пятку это колено больно да ну давай такая вот так вот церковь градусов свою ногу тоже по 45 градусов обратите внимание я не в центр стола упираюсь до берегите стол просто многократно туда вот удары они его травмируют стопа там трещины пойдут а здесь ребра жесткости находится да поэтому ставим ближе к краю да вот по 45 градусов и в голень прямо вот туда такой толщок туда хорошая вот прям пятка пятка вставляется всего здесь палец другой третий мы должны пальцы со силу растянуть большой под прямым углом завернули держим за вот эту фалангу и вдоль фаланги выдергиваем вот ну сами пальчики это просто тоже за крайнюю дистальную фалангу хватаем и выдергиваем так как повешенного вверх видите на скручивание то есть не прямой палец а вот так так продолжаем править пятку захватили более плотно по диагонали вот так вот да чтоб держать фиксируем и смотрите если у вас косточка торчит да и у него видишь без того пусть будет больно да поэтому ставить и мягким местом захватить чтобы помягче было за пятку и относительно голени туда сюда при этом видите фиксируем предплечьем стопу фиксируем ведь везде фиксации везде прямого угла сюда теперь берем за пятку и относительно пятки стопу туда в разных сторон туда туда много приемов до на одну стопу столько прием слишком много так и подходим к плоскостопию значит берем вот так вот кладем на подиагонали получается да на свое колено простыки вот эти два сустава по буквы палочками можно заменить в принципе можно да можно заменить бамбуковым веником например нам по стопе будет или вот таким вот аппаратом веник это даже без подкладки просто напрямую веником да без подкладки да ну два раза года про веник покажу веник вот пошло покраснение и с этой стороны веник можно укоротить с тем что тут например взять для чтобы вытащить вот расшитались до тоже до прибывает этом у придет тепло даже надо говорить пошло так ну через какую-нибудь вот тонкую тряпочку вот таким перекуси он и массажером это место шпалистом больше чувствуешь да вот так мы избавляем людей над плоскостопия эти вальгус плоскостопия это вот у женщин чаще всего бывает и от обуви нога кривится я видел там к старости 60 70 годам уже такие получаются там кривые вообще ноги не говорю про вены очень полезно чувствуется да так вот проработали после продолжать мурашки пошли ближе до любирует до сих пор и палочку кладем но если нет палочки до возьмите трубу от водопроводную до узвала такого диаметра примерно 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 диаметр 3-4 сантиметра и у нее насыпается да и можно у нее на связи вот так вот по диагонали кладем прокатываем и прокатываем должно быть достаточно больно прокатываем прокатываем и дальше мы помню что тут у нас два сустава ставим на первый сустав и через свою палочку туда раз и второй сустав обратите внимание палочка по диагонали стоит да что право согнулась если нет палочки то вот такой приемчик будет немножко посложнее просто сделать вот по первому кусочку подкладываем свою ладонь да вот это большой палец получается прогибаем теперь выгнаем ладонь вот и под 2 по цену косточку о челкнул ну и то чтобы было ищийся расщелкает уже начинающийся нет у себя практически нет плоскостопия вот такая должна быть так ну вроде бы со стопами все но отработали да дальше в следующих видео рассмотрим проработку коленных суставов тазобедренных суставов и тазовых костей относительно крестца кпс дорогие друзья с вами был незапвенный олег алав гудвин и зря что вы не с нами приходите сюда аплодисменты всем вам поставьте как вам понравилось это видео